российские военные отказываются воевать вот так вот видно как эти герои просто текали из-под харькова в отказ ушли еще одни бойцы росгвардии из краснодара они уже были в украине феврале в апреле но повторно ехать отказались правда не потому что не хотят убивать украинцев а из-за низких зарплат как сообщил анонимно один из военнослужащих только на днях пришла выплата за второй месяц нахождения там и если за первый месяц заплатили 100 тысяч то сейчас 50 командование объяснила это падением курса доллара выплата рассчитывается из порядка 50 долларов за день пребывания но производится в рублях по российскому курсу сколько отказников краснодаре точно неизвестно тот же анонимный боец рассказал о пяти которые вышли на пенсию и а еще пяти которые подали рапорты по другим причинам все уезжают пацаны так просто берут и уезжают уже ну кто уже не может сидеть сейчас в итоге если они нас будут подержать в бригаде вообще ни одного человека не останется уезжает например один человек по истечению срока контракта вот у него контракт заканчивается и вот он едет домой да привет комар а за ним еще восемь человек прыгают команд которые хотят уволиться сами по несоблюдению еще на первых этапах полномасштабной войны по данным wall street journal в россии отказались воевать сотни солдат по крайней мере речь о тех кого уже уволили и это зафиксировано в документах реальное число считают аналитики больше известно об увольнении 115 сотрудников росгвардии из кабардинобалкарии их увольнение законным признал и суд но кроме увольнения ничего более не грозит отказникам уверяют эксперты командиры пытаются запугать солдат угрожая тюрьмой но мы говорим им что они имеют право сказать нет нет законных оснований открывать уголовные дела если солдат отказывается воевать находясь еще на российской территории военное время правила совсем другие отказ в таком случае будет предусматривать более жесткое наказание солдатам будет угрожать тюрьма но отказываются воевать и те кого уже пригнали на кровавую бойню в украину об этом свидетельствуют перехваты украинской разведки в другом разговоре военной армии агрессора рассказал своей жене что контрактник едва не взорвал всю генеральскую охрану и самого генерала вооруженных сил российской федерации валерия сладчук а и все у нас батарея практически саватах пошла и он начал спалом махать и стрелять я говорю вас завалю если не поедете куда и все тут пацаненок иди говорит вали и бать гранату чеку выдернул говорит ну давай застрели говорит меня вместе подорвемся все там и 8 спецназера на тоже словами теперь начали и это не единичный случай массовые бунты на харьковском направлении целые подразделения отказываются идти в бой ну где-то как всегда и не хотят я сейчас малышей отправлю туда на усиление а потом разберемся у тебя на позвале передай я принял услышал не смотря на то что российское руководство тщательно скрывает все случаи дезертирства дальше будет только хуже уверяют военные эксперты бунт нарастает в вооруженных силах российской федерации они понимают за что они здесь воюют плюс их постоянно дурят то с выплатами то с ротации массовому дезертирству и не подчинению российских солдат есть такая же масса объяснений по три недели извините меня без стабильного материально-технического обеспечения и мы видели то что в принципе солдаты российские солдаты как правило это призывники ходили по домам и украинских селах просили поесть то вы сами понимаете что моральный дух солдата это этого не поднимается по сообщению оперативного командования юг у оккупантов все настолько плохо с обеспечением что на украинской херсонщине они нанимаются на сбор клубники просят 50 гривен в час а это переписка российского военного который тоже находится херсонской области он признается что бойцы едят даже собак сегодня йорка ели йоркширского терьера практически во всех перехватах украинских спецслужб россияне говорят о том что командование обманывает их с выплатами фактически о мизерных зарплатах как о факторе который ведет к провалу говорят между собой и российские полковники шайгу гадонище контрактников нет конечно откуда они будут им платили по 30 тысяч зарплату для своих же генералов российские солдаты просто разменная монета методы которыми воюют россияне варварские когда военных используют как расходный материал они использовали но достаточно примитивную тактику банально и даже какой-то степени преступную по отношению к своим же солдатам своим же военнослужащим а тактику по форсированию северского донца поскольку это форсирование ну например можно сравнить с теми форсированиями лет и прочих водоемов советской армии под командованием такого генерала как жуков когда с человеческой жизнью и с техникой даже не считается нужен был результат а антигуманном отношении в росармии говорят и сами оккупанты вот я в чикоти служу мы просто расходный материал понимаешь тут все вообще тут раненые лежат бывает неделями которых нужно срочно эвакуировать слова военных подтверждают и российские правозащитники россия бросает своих и живых и раненых и мертвых даже родственникам не сообщают о судьбе военного больше информации о своих же солдатах россияне находят в украинских ресурсах мы видим что государство российское вообще не хочет отвечать за то что происходит с их военнослужащими мы относимся к этому с большим с чувством таким даже не знаю горечи ненависти эта история с пропавшими без вести многие десятки и сотни семей имеют устные сообщения что солдат и офицер пропал без вести и дальше тишина по словам военного аналитика роба ли уже сейчас россии остро не хватает пехотинцев контрактников из-за больших потерь и откровенно варварского подхода командования эта тенденция будет только усугубляться а моральный дух в росармии еще больше падать российские солдаты российские солдаты убивают и гибнут сами так будто они не люди а пыль пыль под ногами хозяев россии тем временем украина с каждым днем получает все больше лучшей военной техники со всего мира а на обеспечение украинских солдат тратят миллионы украинский народ поддерживает каждого своего защитника и военные еще яростнее борются с оккупантами ведь обороняют родную землю